Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами в первую очередь о томатах, ну и вообще обо всех растениях. На самом деле тема у нас крайне-крайне обширная. Как защитить растения от ожогов, а томаты от потери завязей, от перегревания и от высыхания, от засухи. Существует немало способов защиты растений от ожогов и от засухи. Это не совсем два связанных понятия, потому что все-таки ожоги – это избыточная инсоляция, избыточное попадание солнечного света. Но засуха зачастую сопутствует этому явлению, когда слишком много солнца, одновременно слишком много тепла, растения испаряют слишком много влаги и в корнеобитаемой зоне уже не хватает воды для обеспечения нормальных процессов в растении. Ожоги преимущественно возникают у растений рано весной, даже зимой, в феврале. Это если говорить, например, о хвойных растениях. Ожоги частенько сопутствуют выращиванию растений в теплицах. Очень многие в прошлом сезоне жаловались на то, что перцы подгорели. По совету блогеров удалили листву, оголили кисти томатов, томаты обожглись, подгорели. Такие некрасивые бачки у них становятся, как подпеченные. И перцы тоже горят, и баклажаны горят. Многие овощи, особенно в южных регионах, горят. С целью предотвратить вот эти ожоги в садоводстве широко используется способ побелки стволов. Побелку делают с осени, чтобы она в феврале месяце, когда солнце припекает, когда ствол разогревается, работала и немножечко охлаждала. Но не охлаждала, не давала разогреваться этому стволу. В тепличных хозяйствах для того, чтобы избежать ожогов, перегрева и засухи, избыточного полива, засоления в этой связи, избыточного внесения солей, жесткости, железа, все, что сопутствует избыточному поливу, трата денег на полив, в том числе, кто за воду расплачивается по счетчику, Для этого очень часто теплицы забеливают. Еще делают специальные защитные такие полотна в виде спонбонда или в виде каких-то зеркальных тканей. Ну, самое простое это взять полиэтиленовые такие есть пароизоляции с нанесенным на поверхность таким алюминиевым блестящим отражающим слоем. И тоже натягивают под крышу теплицы с тем, чтобы уменьшить инсоляцию попадания и инфракрасных лучей, то есть тепла, и ультрафиолетовых лучей, то есть то, что вызывает ожоги. Но ожоги в основном вызываются ультрафиолетом, это что касается ожогов весной, в конце зимы хвойных растений. Ну, а во всех остальных ожогах в основном виноваты тепловое излучение. Что же делать? Белить теплицу, потом ее смывать. Фартуки эти и полотна лоскуты могут быть довольно дороги, нужно делать какие-то инженерные конструкции. Совершенно универсальным способом по защите и от ожогов, и от испарения излишней влаги я сейчас с вами поделюсь. Вот у меня здесь два томатика, они растут вот в таких 10-литровых контейнерах, они еще молодые, они вот только начинают цвести. Здесь вот кисть уже цветет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять цветочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять цветочков. И, конечно, мне хочется, чтобы здесь образовались все плоды из всех цветочков, которые здесь расцветут. Ну, это, конечно, мечта, так не часто бывает, что все до единого прям цветочки дали плоды, но к этому надо стремиться. И жара, излишняя жара тоже здесь является большой помехой. Мы на канале про цветок, об увеличении количества завязей говорили. Между прочим, хочу сделать здесь ремарку. Ой, блогеры многие дают какие-то странные... Я понимаю всех, да, все понимаю. Надо гнаться за популярностью, надо гнаться за какими-то оригинальными рецептами, надо гнаться за хайпом каким-то, все понятно. Но могу вам сказать так, что количество цветков в кисти, то есть кисти у вас не на 30% больше цветков не дадут и завязей не дадут, да, ни благодаря никаким подкормкам. Вот количество цветков закладывается генетически. Не верьте блогерским вот этим советам, особенно тем, кто продает вам эти препараты, что за счет этой подкормки на 30% увеличится урожай томатов. За счет того, что увеличится количество вот этих цветочков в кисти, да. Дело в том, что вот это количество цветочков закладывается в цветочные почки не тогда, когда оно вылезло, не тогда, когда оно... И даже вот не здесь, когда оно уже есть, а оно закладывается задолго до появления вот этой вот кисти. И уж если хотелось здесь как следует накормить стомат для того, чтобы количество вот этих цветочков, оно еще раз зависит от сорта, но просто чтобы они были полноценными. Кормить надо было рассаду, потому что там меристемные ткани, вот тут вот мелкоскопические клеточки, маленькие комочки тканей, которые под микроскоп только видны, там уже закладываются зачатки этих цветков. А никогда уже растение выросло, цветет, и если вы подкормите, то вы получите на 30% больше урожая. Это все, мягко говоря, ерунда. Совершенно другие методы работают по увеличению продуктивности томата за счет увеличения количества плодов. Это совершенно другие механизмы. Так вот здесь как раз можно говорить о том, что не подкормками, а методами, которые позволят каждому бутону, каждому цветочку превратиться в плод, вот здесь это работает. Листва редко страдают от жары. Хотя вот такое вот закручивание листвы, оно как раз характерно для случаев, когда была очень сильная жара, а влаги не хватило. Даже в жаркий день вы можете потрогать листик, и он все равно будет холодный. За счет чего? За счет того, что через устицы испаряется вода. Если вы не обеспечили растение водой, и оно немножечко увяло, это не страшно, для томата это нормально. Но если листья повисли совсем как тряпки, то им не хватило воды, и даже они бывают так, что нижние листочки начинают вот таким вот образом, а иногда и верхние, вот таким вот образом закручиваться. Это все жара, это нехватка влаги, это засуха. Поэтому с этим надо бороться. Даю вам элементарный, очень простой и очень дешевый рецепт, как без полотен, без фартуков, без забелки теплицы, помочь растениям пережить вот эту жару, исключить вот это заворачивание лодочкой листиков, вызванное жарой, а также исключить сброс завязи и только благодаря этому увеличить урожай томата. Здесь необходимо нам всего лишь навсего воспользоваться мелом, меловым раствором. Мел благодаря своей белизне очень эффективно отражает ультрафиолетовое излучение, которое в последствии легко проникает назад через стекло, которое в последствии очень легко проникает через поликарбонат, у кого-то карбонат с ультрафиолетом защищённый, у кого-то незащищённый, кому-то продали как бы защищённый, а он оказался незащищённый, у кого-то от времени уже на второй-третий год эта защита ультрафиолетовая деградировала, испортилась и так далее. Кроме того, нанесение мелового раствора существенно снижает потребности растения в воде. Если вы не можете систематически, регулярно поливать ваши томаты, в этом случае вам эта обработка по листу, если у вас жарко в теплице, совершенно необходимо. Кроме того, точно такой же рецепт необходимо использовать для обработки хвойных растений. Вот оттепель наступила, мороза нет, раз вышли обработали в феврале месяце, в марте. Точно этот же рецепт можно использовать для обработки абсолютно всех плодовых растений, яблони, груши, сливы, вишни и так далее, для защиты их от вот этих вот солнечных ожогов, повреждений плодов. Надо помнить, что как раз вот эти повреждения, солнечные ожоги, мало кто о них частенько задумывается, но они на плодах тех же яблок являются прямыми воротами для инфекции, для плодовой гнили. Поэтому использование этого рецепта одновременно защищает и растения в определенной степени профилактируют повреждения плодовой гнили, когда это коричневый плод с такими круговыми образованиями грибковыми. Ну, все знают это заболевание, наверняка очень многие сталкивались. Итак, что же нам нужно для рецепта? Я вам рекомендую воспользоваться зубным порошком. Почему зубным порошком? Можно воспользоваться и молотым мелом. Но дело в том, что по моему опыту, молотый мел строительный крупноват, там крупноватые частички, которые очень часто забивают опрыскиватель. Именно поэтому пользоваться им очень и очень неудобно. А вот зубной порошок, ну, я не знаю, в каждом магазине можно купить зубной порошок. Если вы не можете купить зубной порошок, Я вот когда расскажу про зубной порошок, дам вам еще один выход, чем еще можно поработать. Итак, на 10 литров воды вам понадобится 2 вот такие вот столовые ложки, прям большие с горочкой зубного порошка. Вот прям большие с горочкой 2 ложки столовые. Вот здесь у меня в баночке 75 грамм. Но можно сказать, что все 75 грамм практически можно сюда и высыпать. Лишним не будет. Ну, плюс-минус какой-то, да. Вот даже такая третья неполная столовая ложка еще собралась. И это нужно как следует вымешать. Как следует вымешать. Получается вот прям молоко. Такая тоненькая-тоненькая однородная масса. Абсолютно тоненькая. Возьмите двойную марлечку или один слой ситца. И несмотря на то, что вот зубной порошок очень мелко молотый, все равно возьмите и процедите. На 10 литров воды будет достаточно вот такой вот концентрации зубного порошка. Ну, если безвыходная ситуация, возьмите строительный мел, возьмите его точно 3 столовые ложки и обязательно процедите через двойную марлю или через лоскут ситца. Кроме того, вы можете воспользоваться зубной пастой, в основе которой находится карбонат кальция. Почитайте. Там это мел. Вам необходимо взять этой зубной пасты в 3 раза больше, чем зубного порошка. Потому что там еще вода есть, она составляет значительную часть зубной пасты. То есть 3 столовые ложки зубного порошка. Вот растворите сперва в небольшом количестве, затем заполните опрыскиватель и тоже через марлечку влейте туда, для того, чтобы избежать попадания комочков и забивания вашего опрыскивателя вот этой вот массой. Мне еще зубной порошок чем нравится? Потому что в нем еще есть дополнительные некоторые компоненты. Ну, в частности, я беру, например, мяту. Почему? Потому что здесь есть мятное масло. А по моим результатам опытов, моим ребят, с которыми мы в кружке занимаемся, мятное масло обладает очень сильным антисептическим, антифунгальным эффектом против возбудителей многих болезней растений, включая также фитофтороз, кладоспориоз и другие болезни томата. Опрыскивателем легонечко наносите этот раствор. В теплице вы можете это сделать вообще однократно и повторять только для молодых листьев. В саду же придется на открытом воздухе повторять эту процедуру каждый раз после обильного дождя, после обильного ливня. Но с учетом стоимости этого препарата, это совсем не хлопотно. Обязательно попробуйте этот способ для того, чтобы предотвращать ожоги плодов. Вот прямо на плоды можно наносить. Ведь что такое зубной порошок? Им же рот чистят, да? То есть он не представляет никакой опасности для здоровья человека. Со строительным мелом немножечко сложнее, да? Он не совсем чистый, не совсем очищенный. Поэтому там плоды надо мыть гораздо тщательнее. А вот прямо на зеленые, на спелые плоды, на любые можно наносить состав, который содержит зубной порошок. И вы увидите, насколько меньше ваши томаты будут страдать от жары, от вот этой инсоляции, и насколько меньше будет у вас симптомов скручивания листочков в трубочку из-за действия жары. Наносить его нужно только на поверхность, вот на эту верхнюю часть листьев. На нижнюю наносить не стоит. Ну, если попадет, абсолютно не страшно. Просто для экономии препарата. Что ж, надеюсь, вы воспользуетесь этим советом в жаркий период, в жаркий сезон, для того, чтобы защитить ваши томаты от физиологического стресса, для того, чтобы защитить хвойные от ожогов, для того, чтобы защитить все растения от ожогов, плодов и листьев. На этом я прощаюсь с вами, желаю здоровья вам и вашим растениям. Будьте счастливы! Всего хорошего!